запускаем запись сегодня мне помогает здесь Новикова Татьяна я ее заранее благодарю пока не забыл и Сергей и Дегаров здесь на связи он меня слушает чтобы знать когда переходить на вебинар сразу же после нашего вебинара будет учебный вебинар по в другом формате мы перешли с Мирополиса перешли на GoToMeeting систему площадку она позволяет до тысячи человек участвовать одновременно и похоже что ее качество значительно лучше чем то где мы сейчас работаем но тем не менее да GoToMeeting вебинар да ну так она или иначе называется суть не в этом теперь о чем мы сегодня поговорим я хочу уже вначале предупредить возможно чтобы я в конце не забыл поскольку я уезжаю завтра рано утром в Прагу на мероприятие там будет учеба я об этом тоже еще кое-что скажу сегодня но важно то что из Праги мне придется улететь в Соединенные Штаты Америки во Флориду я воспользуюсь этим полетом дочь живет в Орландо во Флориде но там еще будет встреча даже не одна несколько встреч будут с ну не с большими представителями но со специалистами которые занимаются развитием транспортной системы большого Диснейленда это самая большая площадка Диснейленда ну и будем с ними там может быть удастся как следует обсудить возможности и нам поучаствовать там в их развитии там монорельс не монорельс даже там такая какая-то смешанная система соединений между городками этого Диснейленда и там можно будет посмотреть что там делается и что там можно сделать и так дорогие друзья давайте перейдем к сегодняшнему вебинару о чем мы сегодня будем говорить естественно мы начинаем с того что мы сегодня за землю ответить и если мы как бы достойно будем себя вести достойно будем бороться за нашу землю правильно делать свои дела помогать другим делать достойные вещи связанные с экологией и с прочими вопросами то спасибо скажут нам завтра наши дети дети детей и это никогда не стоит забывать вопросы на не восьмое а на пятнадцатое опять я забыл исправить Skyway Capital персональные комментарии информационного потока сегодня у нас в чате было достаточно ну такое обширное письмо спасибо что выставили значит и это очень важно знать о чем неофициально там написано неофициально но фактически это более-менее официальная информация но вот мой комментарий это не заметьте здесь персональные комментарии информационного потока это мои комментарии насколько мне совести возможности позволяют вот я настолько их прокомментирую уж не не обессудьте так далее будет о поездке в Индию очень недлинно я тоже как бы мне только что как вот знаете вот среда начинает помогать когда тебе помощь нужна я бы сегодня немножко тоже уши распустил стал бы тут вам значит более широко рассказывать мир буквально вот в этом самом вайбере позвонили индийский партнер таял и он попросил но он просил там по поводу одного нашего общего партнера с которым мы работаем вот чтобы мы как бы ну попридержали информацию до тех пор пока мы там не подпишем все документы и не уточним нюансы возможности которые нам комментировали специалисты банка с которым мы там встречали это приватный банк индус индбанк он первую пятерку индийских банков входит и наша или вернее ну вот мы ездили с партнером наша задача была выяснить возможности и обсудить последующие шаги как в Индии можно осуществлять инвестиции чтобы применить ну скажем нашу систему определенных сетевых элементов вот и что греха готовить готовить под адресные проекты готовить ICO ссылка на новую комнату да новая комната Елена эта новая комната будет сразу же в 20.00 по московскому времени будет вебинар по оплайну это о нем шла речь так вот и поэтому это очень важно и об этом мы тоже немножко будем говорить ну и естественно пару слов еще скажу про оплайн и таким образом плавно передам потом чтобы вы могли выйти спокойно и зайти в новую комнату для обучения тех кто желает обучения оплайну они эти обучения напомню они будут повторения мать учения они будут проводиться первая серия три раза сегодня причем сегодня будут вводный курс а дальше уже Сергей Дегаров будет объяснять и шаг за шагом движение за движением будет на следующем не на сегодняшнем а на следующем вебинаре прямо шаг за шагом поэтому сегодня имеет смысл туда как бы пойти и дальше уже знать как дальше будет действовать и шаг за шагом с людьми кто желает пройтись они будут у себя в компьютере это делать он будет у себя делать показывать и каждый сможет это дело вести за собой я сегодня с ним беседовал и спрашивал говорю что это может быть тогда многие смогут воспользоваться запись да конечно смогут но естественно значительно лучше когда это делается непосредственно вот ну скажем в онлайн как теперь принято говорить смотрите по первому вопросу значит что я хотел бы вам до вас донести если у вас будут вопросы не сняйсь его задавайте здесь комментарий к тому что было сказано вот в этих материалах которые сегодня выставили этот материал выставили как бы обобщение со страницей РСВ вот мы стоим на очень серьезном переломном моменте развития нашего проекта значит ну что за ну вроде общие слова чем этот момент переломный и как я его понимаю вы понимаете что до десятого этапа до определенного состояния инвестиционного равновесия да мы с вами инвестировали головная компания набирала как бы потенциал вот на сегодняшний день основные основные два вида транспортных систем в экотехнопарке трассы подготовлены заканчивается значит последняя последняя часть заканчивается строительство и доводка последней части грузовой трассы там с разными вариациями и все и начинается дальнейшая отработка сертификация со скоростной трассой несколько другая история и об этом я тоже немножко скажу или скажу уже сразу пока не забыл то что как уже объяснялось что подготавливается в самом нашем в нашем производстве полным ходом идет подготовка изготовления скоростного юнибуса вот и эта работа не останавливается ни на минуту хотя если бы кто-то сегодня спросил а скажите где у нас трасса где будет сертификация да эти подготовки тоже идут и как там сказано что ближайшие полтора месяца один или полтора месяца будет полная информация как полная насколько это возможно мы четко будем знать где идет уже строительство вот потому что проектная документация как я уже неоднократно говорил есть теперь ее надо четко привязать проектная документация была сделана для Беларуси куда ее привязать ага сюда или сюда или вон туда вот и эти места все есть понимаете сейчас идет только вопрос в том что где рациональный я еще раз повторю что касается сертификационной трассы для высокоскоростного транспорта я своим инженерным умом какое-то время назад ну бывает всегда надо исправляться дорогие друзья или вернее уточнять скажем так то что ты может быть не совсем так по своему усмотрению сказал я говорил что смотрите что будет сертификационная трасса там-то даже я говорил уже где наверное вот и она потом будет переведена из сертификационной в использование что это рациональный тогда это рационально экономически но не технически и поэтому Юницкий мне очень жестко и правильно исправил он сказал Анатолий Дарьевич сказал что слушай ты подумай своей головой что что значит значит трасса будет в эксплуатации и мы на ней будем сертифицировать это абсолютно разные вещи одно дело сертификационная трасса и мы ее используем для сертификации и совсем другое дело что трасса работает в рабочем режиме мы не можем немножко быть такие немножко такие в этом именно вот в этом вопросе и поэтому отдельно будет создана не исключено что это будет отдельно экотехнопарк для региона но это не обязательно это чрезмерные расходы мы не готовы не желаем на них идти ну как бы договорятся так договорятся суть сейчас не в этом для нас очень важно понимать что будет трасса для сертификации высокоскоростного транспорта и подготовительные работы большая часть большая часть которые запланированы на 10 этапе сделана сейчас самое главное разобраться с инвестициями и что для нас сегодня важно когда я говорил что последующие этапы каждый последующий 11-12-13-14-15 этапов каждый этап требует 25 миллионов инвестиций поэтому большая львиная доля их идет на скоростную трассу как раз поэтому смотрите нам надо быть готовыми к достаточно хорошему инвестиционному потоку сейчас разработана стратегия привлечения ну как она разработана она есть только отрабатываются юридические нюансы как привлекать крупных инвесторов но юницкий еще раз вот там есть первый пункт в этом как бы информационном листе который сегодня у нас на чате был его тиражировали в других местах что правление директорат Skyway Capital встретился и долго в интернете мы встречались совещание было очень длительное совещание с Анатолием Довальевичем Юницким и там было очень четко как бы обозначено что скоростная трасса она практически подготовлена и очень важны инвестиции от крупных инвесторов но именно народное инвестирование оно самое рациональное потому что каждый крупный инвестор он старается переключить как бы фокус на себя и однозначно было сказать никаких поблажек никаких особых условий ничего не будет есть у нас дисконт поэтому дисконту будет осуществляться инвестирование и для ну скажем для более крупных пакетов начиная там от 50 500 тысяч и выше долларов в проект вот поэтому это тоже все готовится о чем это говорит это говорит о том что дорогие друзья никто не пугает но надо быть готовыми что достаточно быстро может следующий этап пойти мы тут раскачивались с вами декабрь январь февраль значит и очень много дискуссий у нас было тут по пакетам что почему одним такие пакеты другим такие пакеты я об этом тоже сейчас объясню немножко дальше но возвращаясь обратно мы стоим на очень серьезно переломном менте развития нашего проекта это очень важно понимать что скоростной транспорт будет подготовлен плюс подготовлен целый ряд тех решений которых раньше вообще не было то есть тесты в участке под ранее не планированные это и особо особо легкая сверх легкая значит трасса сверхлегкого транспорта еще легче чем юнибайки понимаете вот и это туристические это развлекательные специальные трассы но они в разы они уже в разы дешевле чем для юнибайка поэтому это очень достаточно интересно как раз я об этом уже услышал до нашего последнего совещания ну знаю что это есть а юнический Анатолий Гарьевич это подтвердил что это серьезный продукт который готовит головная компания или КБ об этом это надо уже учитывать и поэтому об этом была речь в Индии индийцы там чуть ли не виз подняли когда они узнали что это точно будет понимаете и начали уже думать причем там возникла одна очень интересная идея как вообще и с этого и начать так называемый пилотный проект недалеко от Дели там в одном специальном месте поэтому новые типы юнибусов подготовлены потому что первоначально линейка была очень простая один второй и третий вид все по одному у нас извините меня целая линейка уже юнибусов разработан не только визуально и технически разработан этого ничего в бизнес плане не было нигде гибкая подвесная с пролетами достаточно длинными пролетами путевая структура не было на нее никаких вообще решений они пришли они есть вот теперь отдельной историей является обработка 20-40 футовых контейнеров причем на трассе со скоростью до 50 километров в час представляете что такое контейнер 20-ти а еще лучше 40-футовый морской контейнер мы Анатолий Гвардорович четко это дело сразу же поняли когда поднялся этот вопрос больше года назад и только лишь за год это все сделано когда другие компании которые серьезно как бы в этом в этой сфере бизнеса уже десятилетиями разрабатывают различные системы вот на это требуется большое большие там от двух до пяти лет времени поэтому и это тоже есть причем причем это очень серьезные вопросы и возвращаясь обратно к тому что мы стоим на очень серьезном переломном моменте нашего развития это все так и есть причем все больше и больше сейчас вот на телемостах которые проходили задавали вопросы а где а когда первый адресный проект вы знаете будет он будет буквально в ближайшее время вопрос скорее всего стоит вопрос не в том что мы не способны вопрос в том как рационально финансировать этот проект и поэтому если бы мы сами финансировали первый адресный проект мы уже могли бы целый ряд работать но мы эту роскошь не можем себе позволить дорогие друзья и поэтому как только будет четко понятно четко будут сделаны первые предоплаты мы все узнаем где и какой новый первый адресный проект осуществится по нескольким по целому ряду проектов осуществлены предварительные разработки они осуществлены за счет скажем ресурсов и резервов КБ понимаете потому что это нужно это косвенно финансируется но работы сделаны как бы заделом наперед приведу конкретный пример мы все знаем что какое-то время назад в прошлом году было завершено так называем авант проект по поводу надземной корректовой трассы вокруг Москвы 240 или 246 километров значит этот проект по политическим там по финансовым по прочим пока ну как бы не остановился а стоит на в ожидании вот я об этом заговорил когда был приведен пример рассказал что у нас есть опыт проектирования потому что радиус несколько другой в Дели и они тоже видят необходимость кольцевой трассы потому что мы когда ездили по городу мне к сожалению не удалось зафотографировать неудобно было там просто вы знаете по городу есть такие улицы или такие места где над головой бетонные такие железобетонные мощные линии пересекают пространство одна из них это система для надземной части метро Дели а другие это есть автомобильные определенные трассы которые подняты тоже на второй уровень понимаете уже подняты но там извините меня на каких мощных бетонных сваях стоит или опорах стоят эти трассы они туда мощнейшие средства закачанные финансовые это совсем что-то другое вот и поэтому очень важно что используется уже есть опыт проработки аван проекта московской кольцевой и это можно пиражировать с определенной доработкой потому что там масса решений типичных причем очень интересная информация это она как бы косвенно касается сковея но это тоже вода на нашу мельницу когда мы говорим о том что надо делать кольцевую или кольцевое решение решать какие диаметральные или радиальные линии будут проходить в первую очередь это все есть основа для адресных проектов но важно и то что просто транспорт уже не имеет смысла это мы начнем просто заменять один вид транспорта другим это не так рационально как правильно решить что из какой точки начинает подниматься на новый второй уровень новое качество транспорт а в этих точках что в них изменится ведь люди не забросят свои автомобили даже свои велосипеды не забросят понимаете потому что как-то надо откуда-то добираться до какого-то времени и поэтому в этих в определенных кольцевых или крайних точках а и б будут естественно развиваться парковочные системы они более-менее называются и объединяет один такой термин парк и драйв то есть паркуй и продвигайся или двигайся или едь вот а тут скорее всего будет едь и потом паркуйся и что интересно что в ходе сразу же специалисты которые далеки от техники объяснили что в Индии есть в разработке много интересных парковочных систем лихтовых многоэтажных без такого мощного вот у нас сейчас в Эстонии ударились все строят мощнейшие железобетонные такие карусельные значит с подъемом парковки это уже тоже поза-поза-поза вчерашний день и а парковки совершенно нового типа они рациональные на 6 квадратных метрах можно разместить до 25-50 машин кстати на 6 квадратных метрах практически и это очень важно поэтому когда мы говорим об адресных проектах когда мы говорим и это тоже новое качество это новый момент только дальше начинает развиваться уже сопутствующими и если мы говорим не только о транспортной системе то а говорим о парковке и так далее то начинает совершенно иначе выглядеть уже и окупаемость проекта потому что один сам транспорт один пассажирский транспорт он достаточно длительно окупается как ты не считай как ты систему не меняй даже такая рациональная по себестоимости строительства по эксплуатации система транспортная как Skyway она тоже имеет определенный период окупаемости вот а как только подключаются другие сопутствующие бизнесы то сразу начинает картина совсем иначе выглядеть это типа того как никто не мог понять свое время когда будучи значит вот вице-мэром города Таллина и входя в правительство наша команда тогда предложила вообще Таллине осуществить бесплатный городской транспорт все начали крутить увискать говорить вы что совсем дурачки там социалисты собрались что а деньги откуда Зина будет брать из какой тумбочки откуда за счет чего это будет оплачивается все значит и тогда было очень четко рассчитано мы положили на стол расчеты и показали что за счет организации системы парковок в городе Таллине переводе их на смарт-систему то есть оформление через парковки через мобильные телефоны и так далее и так далее это был 2004 2005 год можно все нормально организовать еще деньги и в казну останутся городскую сначала никто не верил последующие значит кто за нами уже шли умные умные состав городского управления они начали реализовывать то что нас тогда там политически сместили за год но суть не в этом мы разработали это дело сейчас в Таллине для горожан города Таллина весь транспорт бесплатный понимаете люди ездят бесплатно есть такие карточки вот например у меня есть такая карточка зеленого цвета я прикладываю свой свой этот самый кошелек если мне надо если я езжу но я живу очень редко мне сейчас не достать а вот нашел вот у меня есть такая зеленая карточка на ней написано что это Таллин юизкар совместная карта для езды вот таким образом друзья мы тоже подходим к очень важным моментам значит еще раз хочу рассказать о подаваемой информации реакции инвесторов вы знаете значит мы это тоже обсуждали когда мы беседовали 13 числа что с одной стороны хотелось бы инвесторам вам то бишь передать информацию и начали просматривать что мы поимели приятного и очень хорошего от этого да информация продвинулась но завалили то есть какое-то время просто был как будто нападение в интернете было на сайт министерства транспортной российской федерации вы помните февраль месяц 2016 года проскочила информация что значит есть протокол юницкий выступил на заседании в самом министерстве и затем на на экспертном совете этом же министерстве был сделан протокол его тут показывали я сам здесь его показывал вы не представляете министерство просто отплевывалось господи от чего мы с вами связали значит что люди лезли и смотрели так это все таки или не так не соврали ли там в этом самом капитале в рсв еще бог знает где понимаете дальше сертификат иностранной от иностранной компании эта иностранная компания плакала через течение недели после того как в этом сертификате было сказано там у них не просыхал телефон понимаете постоянно все таки так это в основном европейские инвесторы долбали эту бедную компанию и так далее и так далее друзья поэтому подаваться информация будет еще и это говорит о том что надо более жестко подходить к отсеиванию подаваемой информации как иногда и не хочется сильно и быстро сказать ой 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 мы еще что-то очень хорошее сделали понимаете и там в этом материале который сегодня как бы был выставлен было сказано подача важной информации через один полтора месяца и после поступления средств прокомментирую это дело в том что сейчас ну просто нельзя ничего говорить на этот счет поскольку идет очень важная подготовка именно финансирования всего вот того что я впереди говорил перехода и строительства и сертификации и прочих дел вот всех потому что там целый комплекс проектов но это будет решено полтора ну в один полтора месяца примерно да правильно там предположение что по всей вероятности это по всей вероятности я тоже так думаю это связано с поездками Анатолия Дарвича Бабурина и команды значит и на мероприятия там выставка конференция и так далее и кое-что еще которое сейчас будет и в Индонезию и в Индию опять поедут и в Арабские Объединенные Арабские Эмираты да естественно процесс идет это говорит о том что бизнес план выполняется да есть отклонение по срокам есть отклонение по инвестиционным объемам но мы друзья с вами в процессе и Анатолий Дарвич я просто прекрасно запомнил он очень хорошую фразу сказал в нашей беседине вы понимаете для нас важно сейчас что мы не отступаем и не корректируем свой план в том что мы запланировали сделать вот это но мы начинаем говорить вот это мы не смогли сделать но мы пытаемся что-то другое делать мы делаем и это может быть с какой-то другой срок зачастую зачастую за меньшую себестоимость поэтому расчеты которые здесь иногда показываю они оказываются еще меньше понимаете потому что проходит какая-то промежуточная информация я что-то додумываю и сам рассчитываю а когда мы начали уточнять оказывается еще за меньшую сумму то есть если проект в бизнес плане обозначен за 236 миллионов то ну в лучшем случае это будет где-то половина может быть чуть-чуть больше понимаете запланировано на высокоскоростную трассу 180-90 миллионов понимаете и по плану по бизнес плану и по этапам финансирования до конца нам еще вот с 10-го с 11-го этапа с 11-12-13-14-15 надо 125 миллионов как бы инвестиций естественно меньше нужно вот для того чтобы осуществить все те вещи которые там запланированы но как говорится деньги никогда не лишние и это правильно значит теперь 1600 почему это сделали и 2016-2017 вот в информационном ролике который перед вебинаром был там было сказано что значит появилась появилась возможность вернее извиняюсь с 15-го числа ну то есть завтрашнего числа практически появится возможность заканчиваться 1 к 600 возможность подарка вот и начнется обработка уже заявок люди могут повторить один раз выбрать какой-то самый для них выгодный из сделанных 2016-2017 году на прошлом с 6-го по 10-й этап с 6-го друзья по 10-й вспомните какие были дисконты то есть опять есть возможность выбрать хороший один хороший дисконт это есть система лояльности вот и его используют теперь 1 600 откуда вообще сыр бор и так далее мы говорили уже уехало это забыли про то что как к этому отнеслись люди но сама суть что в этом лежит это не просто так вот сидел поковырялся в носу и подумал ну давайте ка я кину это самое с барского плеча какой-то там такую кость людям нет дорогие друзья это жесткий расчет было рассчитано чтобы идти дальше ведь нам надо готовиться и к IPO и ко всему проведена начала определенная ревизия забронированных залоговых акций и смотрим практически половина половина ну можно так сказать половина забронированных акций ими никто не воспользовался один раз воспользовался и все это значит что их надо как-то активировать вот для этого была сделана первая активация и сейчас более-менее проявляется вот уже после 15 числа будет какой-то период можно будет сказать что там осталось что не осталось какие резервы и как с чем подходить потому что в зависимости от того какие останутся свободные акции теоретически это 133 миллиона разделить пополам минус 2 акции должно остаться вот столько или плюс 2 акции должно столько остаться но если останется больше это лучше это значит компания сможет получить на развитие больше средств ну что ж это то что мы не добрали потом это можно будет учитывать и использовать уже в будущем бизнесе но нам дана возможность активизироваться и войти в этот проект поэтому дорогие друзья планируйте и пользуйтесь этим наша блокчейн платформа под эти самые под адресные проекты да там было комментарий очень хороший комментарий предлагаю и советую еще раз прочитать что и как будет сделано маленькая моя только мой коммент к этому делу или комментарий то что да первые адресные проекты будут делаться выбираться будет самый рациональный адресный проект как вот пилотный для использования отработки технологии блокчейн но что для нас важно какой посыл для нас важный не спрашивайте как и там не сказано как все в свое время но маленькие мелкие средние чуть побольше значит знаете как в этом музее там на потолке фамилии инвесторов значит зависит от букв все буквы от самых маленьких до самых больших которые там на потолке изображены получат возможности и преимущества они не будут ущемлены по сравнению с крупными инвесторами которые рванут туда то есть будет тамбур в котором они смогут пройти осуществить сделать свои выборы попробовать блокчейна понимаете на зуб вот и дальше идти уже пользоваться этим делом не пользоваться и так далее не надо здесь никаких горячих порок сейчас самое главное работать и четко выбрать свое место в этой технологии я вот сейчас покажу вам один слайд я его сюда наверное вставил сегодня а вот есть да смотрите механизм источники накопления прибыли для дивидендов вот что очень важно нам понимать когда мы говорим о том стоит ли покупать или не стоит извиняюсь стоит ли инвестировать или не стоит чтобы потом последствии значит покупать или продавать акции уже с биржи ведь смотрите лучше чем есть сейчас акции на залоговые акции по нашим проектам ничего нет смотрите сейчас проект вот этот который мы имеем вот все будущие проекты все будущие вот проект X прибыль от этого проекта как и любой другой проект Tiggerik Z первый второй стотысячный прибыль от всех этих проектов будет поступать в Global Transport Investment в зависимости от того насколько эта компания будет участвовать там в этих проектах но она будет участвовать от там значит практически от 15 до 50 процентов даже до 25 как правило да вот в управляющей компаниях и 20 процентов от всех этих проектов прибыли которая будет получена от всех этих проектов пойдет на дивиденды в Евразии Нераловская Assistant Holding и Holding и Holding 2 это наши с вами дивиденды и это будет всегда пока будут строиться системы SkyVay а теперь смотрите ICO или неважно там какой-то другой проект значит проект X от него прибыль поступила сюда и какая-то часть прибыли пойдет сюда в зависимости от того сколько там было и по этому проекту дивиденды акционеры этого проекта получат только столько сколько в этот проект поступило понимаете и поэтому это очень важно понимать как этот процесс работает и акции и дивиденды головной компании или вот Евразия Нераловская система и Holding 2 это совсем что-то другое чем будет впоследствии по какому-то конкретному отдельному адресному проекту поступать через его управляющую компанию и так далее так что это очень важно понимать здесь нету вот этой части то есть дивиденды уже от прибыли самой компании потому что она еще должна от прибыли которая сюда отсюда поступила для нее доход оттуда отнять свои все внутренние расходы и тогда только рассчитать прибыль которая пойдет на дивиденды для этой компании так что вот такова схема дорогие друзья и это никогда не стоит забывать так и значит что еще очень важно значит экофест экофест вы узнаете за 90 дней до него дате на экофесте будет не имею права даже заикаться что там будет но это будет опять-таки тоже очень интересный и качественно новый этап где будет продемонстрировано причем там есть такой нюанс я уже говорил что ограничения есть по количеству участников более 5000 по системе безопасности там прочим прочим скажем таким социально массовым мероприятием проведение массовых мероприятий запрещается собираться в одном месте вот потому что это не стадион это не футбольный матч и так далее вот поэтому будет еще и своеобразная трансляция но эта трансляция будет для как бы не сначала я сказал для всех скорее всего это будет локальные трансляции именно для выигравших там определенные конкурсы и так далее и так далее но могут и другие присоединяться но тем не менее какая вещь будет даже те кто не смогут поехать может быть даже будет интереснее еще участвовать в специальных трансляциях самых горячих точках горячих точек экофеста единственное что нельзя будет покататься там на двух на трех видах транспорта значит один посмотреть и на двух или трех покататься в этом самом экотехнопарке по всей вероятности разрешат это сделать вот значит это проект экофест инотранс 2018 в Берлине идет подготовка это тоже своеобразный этап будет конференция после этого инотранса в Берлине объявление будет сделано в мае месяце скорее всего более-менее уже ясно будет что и как и поэтому тоже это очень важно планировать сейчас свое участие если вы пожелаете это само мероприятие по себе очень мощное вот но для нас это знаковое мероприятие потому что в этот раз мы уже там будем не как начинающие не как то ли это производственное то ли не производственное там приходилось постоянно включать в грудь и доказывать что друзья это у нас уже промышленный производственный не промышленный производственный вариант юнибуса юнибайка вот мы там уже будем показывать что они у нас действуют вот и поэтому это очень важно и еще кое-что будет там показано это очень важно на именно на этой выставке И мероприятия будут отдельные. Вот. Для того, чтобы создавать в дальнейшем и работать со своими командами. Это еще раз говорит о том, что не иссякает этот бизнес, дорогие друзья, этот вид предпринимательства и еще есть возможность зайти в этот вагон. Не важно, попадаете вы сейчас туда в Прагу, не попадаете. Это будет продублировано. Это будет продублировано в Краснодаре в мае месяце, скорее всего. Более-менее сейчас есть уже даты, когда там будет тоже проведена конференция российская. Но будет проведено еще и модуль обучения именно командной работе высококвалифицированными европейскими тренерами. Три человека, которые будут в Праге это делать. Вот. Поэтому, дорогие друзья, это еще раз говорит о том, мы действительно вышли на новый этап развития нашего проекта. И, значит, готовность к производству. Я выхватил один вопрос. Готовность к производству к строительству первого и последующих проектов. Вы знаете, об этом тоже я хотел вам сказать. И, ну, как бы, правильное это беспокойство. Я сейчас готовлю сводную ответов на вопросы, которые были по телемостам. Они есть там глупые вопросы. Глупых вопросов не бывает. Есть вопросы просто по незнанию, но, значит, если вопрос задан, на него будет ответ, и человек будет знать. Но практика показывает, что у многих такие вопросы крутятся, но не все с ними смелые спросить. Поэтому, ничего страшного, будет этот сводные ответы на вопросы. Ими тоже всем будет полезно воспользоваться. Теперь обратно к готовности к производству к строительству первого и последующих проектов. Да, вы знаете, этого тоже, кстати или не кстати, не было в бизнес-плане. Именно подготовка, тотальная подготовка производства, потому что считалось, что, как бы, вот на старте в 2013-2014 году предполагалось, что, ну, да, ну, что там, есть строительные организации, есть топ-5-10. Фактически процесс сертификации показал, что мы не от хорошей жизни сейчас строим и инвестируем в свое производство. У этого есть большие плюсы. Мы параллельно отрабатываем технологию, производственную технологию, не производство инвестируем, хотя и этот отрабатывает, а технологию подготовки производства металлоконструкций, подготовки производства опор, подготовки очень сложного, казалось бы, производства струнных транспортных структур. Это тоже свое. И подготовка именно и роботизация этого процесса, роботизации. Потому что вручную варить нельзя будет. Пока это мы тут делаем, это мы можем делать. Но высокоскоростные другие трассы это смогут делать только роботы. И поэтому это тоже сейчас начинает отрабатываться в производстве. Поэтому это очень важный момент. Я покажу вам на одном из слайдов. Смотрите, этапы адресного проекта. Любого проекта. Вот они. Нулевой этап. Инициация адресного проекта. То есть выяснение. От какой точки, куда, что и как. Первый этап. Презентационные материалы. То есть начинается понимание. То есть выясняется, ага, это могло бы так или так быть. Как это могло бы выглядеть и так далее. То есть идет такая подготовка. Второй этап. Это предпроектное предложение. То есть могло бы и расчеты показывать, что так и так. Какие-то затраты. Столько-то станций. С такой-то мощностью обработки пассажиропотока, грузопотока и так далее. Далее переход на третье. Предпроектные работы исследования. Ага, выяснилось, что надо что-то еще исследовать. Что-то надо еще сделать. И так далее. Но теперь возникает еще то. Здесь нету в этом этапе, нигде не показано. Но возникает еще необходимость, дорогие друзья, сделать определенные моменты. Проектно-изыскательские и разрешительные документации. Но здесь есть еще нюанс, что надо делать. Кто там мне шевелит? Не шевелите мне схему, друзья. Значит, нужно еще делать определенные подготовку производства. Предварительную подготовку производства. Потому что производство, строительство, это и есть строительство, оно не начнется с какого-то конкретного дня. Это уже надо начинать на четвертом этапе делать. И это будет сюда еще добавлено. И строительство только тогда пойдет плавно, без особых сбоев. И здесь видны по срокам. От пяти до шести месяцев до полутора лет, вот до четвертого этапа. А дальше от полугода строительство до пяти лет может идти. В зависимости от того, какую трассу мы строим, откуда, куда, в каких природно-геологических условиях и так далее. То есть, это все следует учитывать в ближайшее время. Так, я сейчас быстро отвечу на вопрос и скоро будем заканчивать. Тут, я смотрю, они есть. Документация сейчас... Мы сейчас на каком этапе... Здравствуйте, Нина! Мы сейчас находимся на десятом этапе. Виктория, пять лет на документацию... Нет, не пять лет. На документацию от пяти месяцев до полутора лет может быть. И года три на строительство как минимум. Итого... Нет, Виктория, вы не совсем правильно... Это, значит, от одного года до шести лет может идти строительство. Причем, когда отрабатываются технологии, начинают уже дублироваться, то это пойдет быстрее. Это так называемый расчетный коридор продвижения строительного проекта. Скажите еще раз про переломный момент, а то опоздал, если не сложно. Нет, Евгений, уехали, послушайте, когда... Это мне надо уже полчаса вам опять говорить. Когда выход на IPO, когда можно будет продать акции? Павел, вы что, хотите все акции, что ли, продать? Не спешите. Значит, как вы думаете, когда выгоднее всего продать? Вот смотрите, посмотрите по бизнес-плану и вот по эту схему. Предположим, у нас, ну, скажем так, отвечая на вопрос, когда IPO, я могу сказать следующее. IPO рационально когда делать? Как минимум, вот если бы я сегодня для себя выяснял бы, слушай, когда я IPO сделаю? Как минимум, уже этапы должны быть все 15 этапов закончены. Это первое условие для меня было бы. Вторым условием для меня было бы, естественно, то, что в работе уже, ну, хотя бы 3-4 адресных проекта. Хотя бы 3-4 адресных проекта. Они должны быть закончены. Достаточно того, что будет показано, как они идут, какие договора заключены. Никакие, а на сколько договора и так далее, и так далее, да? Как идет финансирование, что есть решение о финансировании. Это очень важная информация для тех, кто будут потом на бирже смотреть, покупать или не покупать ваши, кстати, Виктор, акции. Вернее, даже сначала не ваши, а свободные акции, которые подготовлены будут к тому моменту. А сам процесс от момента, значит, смотрите, максимальный или минимальный срок это окончание всех 15 этапов. Затем, как мы как раз в Индии разбирали, ну, так называемый период подготовки к IPO. И там банковские специалисты сказали, ну, вы знаете, даже если вы таких очень дорогих фокусников из международного пространства подготовки IPO сможете оплатить их, да? Если подключить к проведению подготовки IPO, то оно от 8 месяцев до полутора лет займет подготовка IPO, чтобы не впустую там, извини за выражение, воздух пустить на IPO и спокойно откатиться назад. Ведь вы же, Виктор, хотите выйти или кто там, Евгений, Виктор был, да, 15 IPO, так, про IPO, Павел, что про IPO вы хотите же как минимум выйти со стоимостью в 1 доллар. Да, свободные акции будут выведены по номинальной стоимости, а рынок уже покажет, какова реакция на эти самые акции. Поэтому, когда, скажу, 15 этап заканчивается, он закончится, по всей вероятности, я так уверен, что в этом году-то точно так. Значит, и после этого, значит, период подготовки, это к концу 2019 года мы на IPO, вот по состоянию на сегодняшний день, можно было бы планировать выход, если это рационально будет. К тому же, если до этого времени еще уже будет проведено несколько ICO, это только будет плюс для того, чтобы котировались бы акции, выведенные на биржу, на IPO, то есть свободный доступ акций, чтобы они там котировались. И тогда, после того, как IPO началось, через 90 или 180 дней, 160 дней, будет возможность всем тем, вот этой половине акций, которые у нас будут, эти залоговые акции, которые мы приобрели, да, в процессе инвестиций, выявили желание взять их в свою собственность, вот нам тогда выйти после этого периода в 90 или 160 дней. И тогда вы сможете продать. Вы сказали, 15 этап закончится в этом году. Да, я думаю, что да, Артур. Должен закончиться, потому что я уже не вижу тут больших, как бы, плюс-минус один месяц. Еще раз слайд про дивиденды. Да, сейчас покажу еще раз слайд про дивиденды. Нет, он не здесь. Вот про дивиденды слайд проект X. Их таких проектов тут много, а конкретно от каждого идет прибыль. От всех проектов идет Global Transport Investment. Определенная доля, насколько, то есть прибыль идет не 100%, а столько, сколько Global Transport Investment в этих проектах участвует. А эта вся суммарная прибыль является доходом этой компании. Расходы компании отнимаются, и уже от чистой прибыли 20% идет нам. Это железно обеспечено. У нас такие привилегированные акции в этих двух компаниях вложены в них. И, естественно, в этих компаниях другой деятельности нет, мы получаем дивиденды. А вот уже по какому-то отдельному проекту, это да, там проект прошел, все, у него совсем другая, другой вес, другой проект закончился. Ну, потом там он будет крутиться какие-то свои, эти получать. А это денежная машина, дорогие друзья. И не понимать этого, пытаться продать эти акции, ну, что ж. Да, бывают ситуации в жизни, я тоже испытывал такие ситуации, когда, казалось бы, глупо что-то продать. Приходилось продавать, продавал, ничего не поделаешь. Так что, всяко бывает, поэтому тут, ну, ничего страшного нет. Я понимаю ваше желание продать что-то. А как инвесторы будут знать, что деньги будут поступать именно на GTI? А им не надо это знать, дорогие друзья. Будет, естественно, инвесторам, ведь, смотрите, акции выведены на биржу, там будет следиться каждый шаг. Будут делаться аудит, деньги туда поступают. Сколько этих денег поступает, ведь, понимаете, у нас-то вообще всего 33% акций. Глобал Транспорт Инвестмент будут на бирже первоначально, да? Вот, и, естественно, компания очень заинтересована, чтобы как можно больше этот процесс и правильно шел. Поэтому это все будет аудитироваться и, естественно, отчеты представляться и так далее, и так далее. То есть там уже свои международные правила, которым там ни полшага туда, ни полшага сюда нельзя отступаться, Павел. Так что это все тоже регулируемо. Так, есть еще вопросы? Тогда быстро по Индии дальше. Так, это мы еще посмотрим. Вот, смотрите, тогда переходим. А, и вот здесь тоже видно еще, смотрите, по месяцам, значит, затраты по проекту. Вот первые 15 месяцев это где-то 30%, это полтора года, чуть меньше, до года, да? Вот, дальше 50% и основные затраты 50% распределяются уже на последующие 20 месяцев. То есть практически вот таким образом этот процесс и идет. Ну, суть не в этом, сейчас не будем в адресных проектах вдаваться глубоко. Так, через ICO, так что, а как инвесторы, вы знаете, что это будет поступать? Через ICO есть инвестирование или только планируется через криптовалюты? Павел, конечно, планируется, правильно? И это будет, дорогие друзья, это будет вот этот процесс. Там будет процесс идти вот сюда. Если что-то из, в течение 15 этапов не будет в экотехнопарк или в основном технологии направлено. А, как правило, пойдет вот сюда. То есть ICO это вот эта линия. Поэтому это тоже один из аргументов в том, что ждать ждите, но важно здесь сейчас не упустить свое. Будет запись, Олег? Будет. Ага, спасибо. Так, Валентина, запись будет. На каком этапе из пяти находится первый адресный проект? На каком? На десятом, на одиннадцатом? Вот, буквально, я не исключаю, что у нас десятый этап закончится тем, что будет объявлено друзья, начинается адресный проект. Понятно, да? Может так вполне быть. Я не исключаю. Но это мое мнение. Это не официальная никакая позиция. Повторяю. Так, значит, я показал. Давайте пойдем теперь про Индию. Смотрите, что я здесь хотел показать. Коровы посередине дороги. Здесь такое как бы... Здесь трасса, там трассы. Здесь идет... Для цветов было, а сейчас коровы здесь гуляют. Абсолютно посередине дороги. Интересный момент, да? Да, дальше... Да, что ж такое? Вот типичная картина с улицы. Видите, сколько этих самых маленьких моториш. Это вот они вездесущие. Они постоянно там снуют. Практически улицы забиты. И, ну, в городе, в Дели 21 миллион жителей двигаться очень-очень-очень трудно. Значит, что ж такое? Опять не в ту сторону. Смотрите, какие большие резервы для нашей системы. Вот что у них. У них над улицей висят проводов. Там просто, ну, как ступа какая-то полная проводов. Это еще не самый характерный столб, если к нему ближе подойти, лучше видно. Там коммуникации все можно закладывать в нашу систему транспортную. И она будет решаться. Антенны на крышах. От чего антенны на крышах? Не от хорошей жизни. Потому что кабели не провести. Видите, во-первых, места нет, не разрешают. Во-вторых, нет световолоконных кабелей в использовании. Ну, большая часть, это не везде так, но большая часть, скажем так, 90-95% это так по городу. Поэтому это тоже наши структуры транспортные, это отдушина. К сожалению, в тех железобетонных массивах, которые там проложены, не подумали об этом. Ни одного кабеля, ни одного коммуникационного канала не видно там было. Понимаете? Я не знаю, почему они об этом не подумали. С каких средств, вы полагаете, могут выплачивать дивиденды в 2000... Значит, и средств от прибыли, которые поступят, они какие-то будут, по всей вероятности. За 2018 год, вот, но вы же понимаете, что такое дивиденды. Если одну сотую цента или один цент, или сколько там, я приводил вам примеры, значит, суммы будут небольшие. Формально можно выплатить, дивиденды будут определенные. Потому что тук-туки, правильно, да. Вот, значит, уже все, что ли? Да, вот и все. И по Индии я уже кое-что прокомментировал, так что здесь тоже, дорогие друзья, уже мы этот вопрос выполнили. И, естественно, про Аплайн. Но про Аплайн я тоже сказал. То есть я плавно уже все вопросы вам раскрыл. Поэтому... Нет, значит, Ильин Валерий. Значит, адресный проект, ведь это процесс. И как там уже было обозначено, он будет определенные годы идти. Но выплаты-то будут поступать, понимаете? Поэтому доход-то будет, оттуда будет вычитаться. Но надо понимать, что у нас доходность закладывается небольшая, потому что себестоимость строительства невысокая. И это надо делать. Сейчас одну минуту. Дорогие друзья, все, меня вызывают на другую площадку. До встречи. Всего доброго. Строй скорей, спасай планету. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok